В Калининском районе вынесли приговор целительницы. Женщина обещала избавить пенсионерок от болезней. Вместо этого забирала все их сбережения. И вот за такой криминальный бизнес она оказалась на скамье подсудимых. Наш корреспондент побывал в зале суда и знает, какое наказание получила знахарка. Сквозь слезы подсудимая Елена Станиславская попросила прощения у потерпевших. Впрочем, из-за нахлынувших эмоций слова едва ли удалось разобрать. По несвязной речи понятно. Целительница свою вину признала, полностью раскаялась и просила строго не наказывать. Установлено летом прошлого года, Станиславская познакомилась на улице с одной из старушек. Представилась целительницей и пообещала избавить от всех болезней. Она говорит, у вас есть водичка святая? Я говорю, есть. Было у меня 50, это на похороны как бы лежало, смертные. Как она их нащупала, не знаю. 85-летняя Лидия Николаевна вспоминает. Пропажу денег обнаружила, когда колдун не след простыл. По аналогичному сценарию ворожей обманула и другую пенсионерку. У старушки 92-х лет подсудимая покупала алоэ. Расплатилась фальшивыми купюрами, а вот сдачу забрала настоящими. Потом знахарка предложила снять порчу со сбережений бабушки. Прочитала молитвы и унесла с собой кругленькую сумму. Всего целительница украла у пенсионерок больше 150 тысяч рублей. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Теперь дело за ней будет работать и перечислять денежные средства потерпевшим. И вот Фемида вынесла свой вердикт. Суд приговорил Елену Станиславскую к одному году и трем месяцам колонии поселения. Кстати, знахарка была раньше судима за незаконный оборот наркотиков. Анастасия Шкитина и Станислав Семин, 31 канал.